Мои витания усим хлядочам та подписникам канала «Сейчас». Я Олена Кырик и рада видать на стриме «Разум земной» руссийская опоза ционерка, правозах и сныця, член Пулитрады партии «Парнас» Наталья Полевина. Наталья, приветствую вас, рада видеть. Здравствуйте взаимно, спасибо большое. 7 ноября у нас на календаре, анализируем темы сегодняшнего дня и не только. Сейчас много материалов, много новостей, посвященных выборам в Соединенных Штатах Америки. и победе Дональда Трампа. Я бы вот хотела, чтобы вы для наших зрителей проанализировали реакцию Кремля и реакцию того же Пескова, который сказал, что Путин не торопится поздравлять Трампа с победой. Какие маркеры заветили вы в этой реакции, на что следовало бы обратить внимание, насколько сюрпризом для Кремля стала победа Дональда Трампа? Ну, я думаю, что сюрпризом стало для многих. Все-таки после первого срока казалось, что американцы на этот же путь не встанут, тем более, что он предыдущие выборы проиграл Байдену. Все-таки по причине обычно такое происходит. Не так часто находящийся в Белом доме президент проигрывает выборы. Как вы знаете, в Америке два срока по четыре. Это впервые, да, в американской истории, когда президент был, проиграл выборы, потом опять вернулся. Это случилось 150, по-моему, с лишним, больше 150 лет назад так было, когда человек проиграл выборы, ушел ненадолго и вернулся, опять выиграл выборы. Да, это действительно так. Это достаточно редкая история. И до конца, вот прям до последнего, не верилось, что такое возможно, что его изберут обратно в самый, наверное, мощный, влиятельный офис в мире. Более того, Наталья, вот ожидалось, да, по тем сообщениям, которые мы читали, что, ну, не так скоро огласят результаты, не так скоро, собственно говоря, те, кто не выиграл эти выборы, признают свое поражение, позвонят Трампу, поздравят его с победой, говорили о том, что будут считать долго, и непонятно вообще, насколько вот политическая ситуация в Америке будет в это время, какая она. Ну, вот видите, как получилось. Нет, на самом деле, то, что демократы не признают результаты, в отличие от Трампа у меня, который не признавал, и, собственно, до сих пор считает, что его обманули на предыдущих выборах в 2020 году, то, что демократы так поведут себя, у меня таких подозрений не было. Но то, что буду долго считать, да, об этом шла речь, потому что очень-очень шло близко, ноздря в ноздрю, все время, по всем опросам. Понятно, что опросам доверять такое дело так себе, но между тем было ощущение, что действительно подсчет по этому будет долгим. А произошло все быстро. А почему произошло быстро? Потому что действительно он одержал, тут уж как ни крути, я против Трампа, могу честно сказать, абсолютно категорически, он одержал убедительную победу. Он победил не только по количеству электоральных голосов, там, знаете ли, система электорального колледжа, выборщик. Он победил и по прямым голосам избирателей американских, чего не было у республиканцев с 2004 года. Там получалось так, что по прямым голосам они проигрывали, в том числе он проиграл таким образом Хиллари Клиттл в 2016 году, а по голосам выборщиков выигрывали и приходили в Белый дом. В данном случае он победил как бы на всех фронтах, то есть он действительно одержал убедительную, к сожалению, повторю, для меня и для многих, такие как «я победу». Поэтому, да, поэтому он и принял это свое поражение Камала Харрис и уже сказала свою довольно мощную, на мой взгляд, речь. Поэтому, в общем-то, да, вот удивительное то, во что не хотелось верить. Наверное, мы себя такие, как я, уговаривали, что это невозможно. Но настолько очевидный он вред, да, вот там разные можно эпитеты использовать в отношении Трампа, но такой большой вред и для Америки, и для мира, что ну не может быть, чтобы американцы все-таки его избрали. Даже несмотря на тяжелую ситуацию, которая сложилась в связи с тем, что Байрона в последний момент пришлось заменить, в последний момент, потому что американские предвыборные компании длинные, они идут минимум год. Люди обычно ведут свои компании минимум год, а тут на последних трех месяцев только вошла Камала. И даже при всех этих факторах экономических казалось, что ну такого, ну все-таки невозможно, чтобы большинство американцев таки захотели его вернуть в Белый дом. Но вот мы имеем то, что имеем. Там много выводов, о которых, я думаю, мы сейчас говорить не будем. Я хочу все-таки вернуться к реакции России на результаты американских выборов. Итак, The Insider напоминает, как Россия встречала приход Дональда Траппа в Белый дом в 2016 году. Там, значит, в Госдуме чуть ли не банкет был. Жириновский был главным заводилой, поднимал даже тост за цитата, я ее нашла даже, новую внутреннюю и внешнюю политику США и улучшение отношений с Россией. И даже тогда Роспропаганда, как вспоминает The Insider, называла Трампа своим человеком в Белом доме. Ну вот, что мы наблюдали 6 ноября? Поздравили европейские лидеры Дональда Трампа с победой, поздравили, многие лидеры поздравили, президент Зеленский поздравил. А у Пескова спросили журналисты, а Путин будет поздравлять Трампа? На что сказал Песков, что в планах такого нет, потому что США сейчас ведут недружественную политику по отношению к РФ. Ну вот, пока мы пишем этот стрим, еще непонятно, что будет в Алдайской речи Путина, там, будет ли он упоминать Трампа и как он будет комментировать его победу на президентских выборах в Соединенных Штатах. Но сейчас для Путина лично, для Кремля Трамп, его команда. Это задачка со звездочкой? То, что выгоден в Белом доме России Трамп, Путину, Трамп, это абсолютно 100%. А чем он выгоден Путину? Ну, он будет абсолютно подконтрольным человеком для Путина. Мы это во многом видели в предыдущем сроке. Всем запомнилось американцам, да и не только американцам. Когда Трамп занял сторону Путина, а не своих собственных спецслужб американских, которые сказали, у нас стопроцентные. В тот момент доклад уже был положен на стол президенту США, Трампу, о том, что Россия пыталась, российские спецслужбы пытались повлиять, ну, вообще Россия пыталась повлиять на результаты выборов 2016 года. Он, стоя в Хельсинки на саммите с Путиным на пресс-конференции, ему задали этот вопрос, как раз вышел этот доклад, он стал публичным, он сказал, что Владимир, у меня сейчас мы разговаривали, он сказал, что они к этому отношения не имели, у меня нет оснований не верить Владимиру. Потом, значит, ходит, всем рекомендую посмотреть интервью с бывшим премьер-министром Австралии, который рассказывает, как он глазами своими наблюдал за динамикой отношений Трампа и Путина, как Трамп смотрит на Путина, как 12-летний мальчик на капитана футбольной команды, с восхищением, как на героя, он такие слова использует. Это вообще человек, который никакого отношения к политике ни Америки, ни России не имеет, и поэтому у него никакого резона, значит, приукрашивать нет. Он рассказывает, что все были в шоке, кто наблюдал, лично наблюдал, находясь в этой комнате, на этом международном саммите, как вообще падал без сознания от восхищения почти, что это я уже утрирую, а не премьер-министр Австралии, но приблизительно, значит, с восхищением, с таким вот просто невероятным совершенно каким-то вот трепетом смотрел Трамп на Владимира Путина. Вы знаете, ходят давно слухи, что он чуть ли не на крючке там у России, у Кремля и так далее, и так далее. Этому подтверждения нет у меня в том числе, безусловно, но то, что там динамика в пользу Владимира Путина и что он будет и знает, как манипулировать Трампом, вот в этом у меня нет сомнений. Он значительно более опытный политик. При этом, почему такое еще отношение у Трампа к Путину? Он сам, ну, я думаю, не я, говорят многие американские аналитики, он сам хотел бы быть диктатором, он хотел бы быть авторитарным лидером, он завидует Путину, что у него есть бесконтрольная власть. Он хотел бы делать все то же самое со своими оппонентами, что делает Владимир Путин. Он уже намекал во время своей кампании, это еще одна из причин, почему прогрессивные люди не могли поверить, что Трампа могут избрать. Он в открытую говорил с трибуны, что я там разберусь со своими, значит, с нашими с вами врагами, это он своей аудиторией, значит. Я там буду диктатором в первый день, значит, потом типа не буду, а в первый день буду. И разберусь там со всеми, значит, с оппонентами, и все они у меня будут. То есть риторика очень похожа. Он, как, знаете, вот Ева из Кости Адама, вот Трамп по ощущению из Кости Владимира Путина. Но, опять же, при этом у Путина прерогатива огромная и большой бонус, он уже 25 лет как диктатор. И поэтому это такой будет некий ментор для Трампа в будущем. Поэтому все, что мы сейчас слышим, возвращаясь к вашему вопросу, то, что мы слышим там сухой ответ, значит, от российских властей на избрание Трампа, это завеса, это абсолютное специально выстроенное такое отвлечение внимания, что, мол, нам все равно. На самом деле, как раз они в этот раз уж в 10 раз больше, я думаю, там открывали шампанского за закрытыми просто дверями. Они уже ошибку эту не повторят. Они прекрасно понимают, что первый раз весь мир критиковал вот это вот, так сказать, явно предвзятое отношение к Трампу и так далее. Они выучили этот урок, они будут делать это, даже сейчас вот, который будет спич у Трампа, у Путина, прошу прощения, я думаю, что он так всухо упомянет победу Трампа, скажет, мы готовы работать с любым американским лидером, ну, будет Трамп, ну, значит, с Трампом. На самом деле, он ему выгоден просто абсолютно. И дальше, конечно, сведется в будущем самым, сведется все к тому, что Трамп будет делать, как он будет реализовывать свое обещание и закончить войну в Украине за 24 часа. Об этом еще поговорим. Но вот смотрите, если следовать вашей логике, что именно Трамп подконтролен Путину, и еще больше он стал подконтролен сейчас, то в чем логика скрывать бурное ликование? Почему президент Сальвадор, кажется, первым позвонил Трампу? Еще окончательно не огласили Трампа победителем, еще по голосам выборщиков. Там последние подсчеты были, но вот уже президент Сальвадора позвонил. Почему не Путин первый позвонил? Нет, ну как, действительно, у него еще есть же потребитель российский, у Путина, помимо всего остального. Как он будет выглядеть, если он все это время критиковал, действительно, там, как так сказал, Лавров, недружественная страна, позиционируется Америка последние, особенно последние два с половиной года, почти три, как с тех пор, как начала Россию войну, естественно, позиционируется как враг. И вдруг он побежит, значит, теряет тапки ему звонить. Это будет внутренним пользователям, потребителям российским неправильно воспринято. Поэтому здесь как бы здесь все в логике абсолютно. И выдержал линию для российского общества, и выдержал линию для международного общества, которые уже говорили, у вас там какие-то непонятные, слишком близкие отношения, и вообще вы там помогали ему избраться уже один раз, не помогли ли вы ему снова. Поэтому все выдержано очень холодно, взвешено, но это никак не отражает реального положения вещей. Реальное положение вещей, им страшно был выгоден Трамп, и сейчас они празднуют в Кремле, что Трамп приходит обратно во власть. Хорошо. А когда, как считаете, вот то, о чем вы говорите, станет публичным уже? Вот когда начнутся так называемые переговоры по Украине? Вот тогда станет понятно. Трампа звонит Путину первый или Путин Трампу? Нет, но это же там происходит много общения, о котором мы не знаем. Нам же не все там сообщают, значит, в новостях или в каких-то там еще, значит, отчетах. Кстати говоря, в одной из книг недавних, очень известных журналистов, которые стояли за Watergate расследованием много лет назад, он написал сейчас книгу, которая называется «Война», так и называется, но там не о войне, не только там война, это в смысле положение вещей в мире сегодня, да. И там написывается, он ссылается на очень серьезные источники о том, что Трамп общался с тех пор, как он ушел из Белого дома, проиграл последние выборы 2020 года. Он много раз, там написано, почти 10 раз общался по телефону, минимум 10 раз общался с Путиным по телефону. Понимаете, с какого вдруг? Что-то о чем они, о женах там о чем? Или как капусту квасить? Что они обсуждали? То есть это действительно какие-то очень такие отношения. Поэтому мы не узнаем, когда он начнет, ну, прям, может, сегодня уже с ним созвонился и уже назначил там дальнейшие, значит, сообщения. Мы уже увидим официальную форму реализации всего этого. О чем-то они будут договариваться, поскольку Трамп регулярно говорил о том, что, да, эту войну надо заканчивать. Естественно, он никогда не подразумевал, что в пользу Украины там, значит, дожать там, значит, Владимира Путина с его агрессией. Нет, конечно, наоборот. Это то, о чем очень тревожилась российская оппозиция, например, которая, естественно, социализируется с Украиной, безусловно, да. Боялись, что именно вот такой будет исход, пока мы исхода нету, но что такое будет развитие событий при Трампе, что Трамп начнет максимально пережимать Украину в пользу Владимира Путина. И вот когда мы это начнем видеть уже, опять же, не кулуар, не их там разговоры частные, о которых мы знать не можем, когда это начнет выходить в паблик, вот тут мы уже узнаем. Я думаю, что это будет в какой-то форме Трампа. Он, причем, говорил, что я начну это все, и типа уже даже закончу этот процесс примирения между Украиной и Россией еще до инаугурации своей, инаугурации 20 января. Вот типа вот в эти ближайшие два месяца он должен вообще эту войну, как он обещал, закончить. Как это будет? Я думаю, что во зримом будущем он скажет, я предлагаю сесть за стол переговоров. Это все будет уже, конечно, после того, как он созвонится с Путиным, созвонится с Зеленским, всем объяснит, как дальше должно выглядеть. Ну как, так сказать, инструктаж он получит от Путина, а Зеленскому он уже будет рассказывать, как оно будет. Значит, не будет вам никакого оружия, вы поэтому потихонечку давайте сворачивайтесь. Условия такие-то. Сейчас не буду озвучивать условия, забегать вперед, там понятно, что там и территории, и НАТО, не вступление в НАТО, и там еще фиг знает, извините за выражение, какой сейчас выкатит список ему, а Владимир Путин того, что он хочет. Сейчас очень много конспирологии и разных материалов появляется на страницах западных масс-медиа, но вот в одном из изданий прозвучала такая фраза, что предлагают сейчас разные варианты Трампу, как заканчивать войну, его команда, но решение он будет принимать сам, в самый последний момент этого решения у него нет. Вот. Ну вот, очевидно, что в ближайшие дни, в ближайшее время будем наблюдать очень много разного рода материалов, но вот пока конкретной какой-то официальной позиции, которая бы была от того же Трампа лично, мы еще не слышим. Относительно поздравлений. Смотрите, вы утверждаете, что Россия и лично Путин решили это скрыть, хоть, возможно, какие-то контакты уже и произошли. А вот Лукашенко поздравил Трампа с возвращением на должность президента Соединенных Штатов. Не стесняется этого. Почему такая разница? Ну, потому что кто такой Лукашенко? Никто вообще. Ну, что, какая разница? И никто не обратил внимания там поздравления, ну, кроме НАТО, вот здесь уже какого-то русскоязычного какой-то или украиноязычного публики. Нигде не прошло это, ни в каких западных СМИ. Я, например, вообще не видела, чтобы кто-то это упомянул. Он никем не является. Он там какой-то там, значит, мизинец на ноге Владимира Путина в данный момент, вернее, к сегодняшнему дню, поэтому, в принципе, нет. Владимир Путин, естественно, в своем, в том положении, в той роли, которую он, как считает, он играет исторически. Он считает, что у него большая историческая роль и миссия. А тут вот он выверяет, в отличие от Лукашенко, который просто там, значит, выполняет, опять же, указания, в основном выполняет указания из Кремля и зависит от Кремля. Тот формирует свою повестку сам, тот, значит, ну, естественно, в контексте вот того, что звучало со всех экранов телевизоров в России, не могло быть сообщено, что Владимир Владимирович Путин позвонил Дональду Трампу и поздравил. Просто тогда, о чем мы там хаяли их тогда, о чем мы там кроем их, о чем мы обещаем их взорвать всех, значит, и в ядерный пепел превратить. То есть или одно, или другое. То есть не то, что они там, значит, как-то совсем не приняли результатов, было бы смешно, но как-то там что-то там высказали негативное. Нет, просто воздержались. И это вот в контексте всего политического нарратива, который существовал и существует, это как раз абсолютно, абсолютно логично. Здесь ничего для меня удивительного нет. Наталья, мы уже вспоминали, что бурный такой банкет организовывал Жириновский в 2016 году по поводу избрания Трампа президентом Соединенных Штатов. Тут интересная новость появилась, что Путин поручил отпраздновать 80-летие покойного Жириновского и Оргкомитет по подготовке возглавит целый спикер Государственной Думы Володин. Почему? Да. Видите, да, сейчас они его оценили еще больше, чем когда-либо. Его как раз жесткий нарратив, он очень коррелируется с сегодняшним нарративом Кремля. Они ближе, чем когда-либо. Знаете, как вот магнитики вдруг раз и соединились. Поэтому ценность он обрел еще больше в сегодняшний день. А в чем? Вот какую? На чем это все базируется? Расскажите детальней. И что после этого празднования 80-летия? Какие процессы еще можем наблюдать тогда? Ну, это переподтверждение нарратива Жириновского, который у него из года десятилетия именно был во власть, не во власть, прошу прощения, но как в политической жизни, скажем так, страны, да, регулярно участвовал в президентских выборах. Понятно, что там победить никогда не мог в силу обстоятельств. Но его, значит, его все разговоры о том, что мыть сапоги там, значит, в таких-то океанах, это имеет в виду захватывать территорию. Он же был имперец, да? Он все время говорил о том, что мы там всех и всех, все будут под нами, и мы всех там, да-да-да-да-да. И он работал вот на эту как раз, на эту часть общества. Великая Русь, Великая Русская империя, значит, будем омывать сапоги наших солдат там в таких-то океанах, преодолев там все эти, захватив все эти территории. Это одно из его известных было высказывание. И в этом же ключе он всегда, всегда говорил. И про Украину он же говорил то же самое, что какая там Украина, если я правильно, ну, не вспомню сейчас его дословно, не могу сказать, что я постоянно слушала и запоминала или записывала его прямую речь, значит, но все время был вот тот же нарратив, который сейчас использует Кремль, который, нарратив Кремля был значительно лайтовий до вторжения, чем он был у Жириновского. А сейчас они скоррелировались, полностью сошлись, как сказать так вот, как, знаете, наложилось трафарет на бумажку, вот они слились в единой картинке. Поэтому есть резон отпраздновать, вспоминать и праздновать этого человека. Потому что абсолютное, абсолютное соответствие по вот этим всем, всем вот этим вот подходам, да, к мироустройству. Они действительно оказались с Путиным вот в этих взглядах крайне-крайне близки. Ну, тот был всегда такой, понятно, как его называть, там, клоуном и всякое разное, озвучивал максимально экстремальные версии, максимально экстремальными такими неполиткорректными фразами и словами, чего Путин не делал, но стал делать все больше за эти последние два года. А вот, я думаю, что он искренне Путину нравился за это. Когда он еще был жив, когда он там еще был где-то там в политике, значит, я думаю, что он искренне к нему так относился и относился сейчас. А сейчас просто все легло в сегодняшнюю реальность российскую. Вот этого мы великие, и мы всех, значит, пережимаем и пережмем. И пусть они там все, значит, трепещут и так далее. Поэтому всяческий резон, видимо, действительно отмечать сегодня день рождения давно ушедшего, юбилей, да, я так понимаю, давно ушедшего Жириновского. Наталья, к вам вопрос как к правозащитнику. Зампред правления российского Сбербанка говорит о том, что в открытом доступе в результате утечек находятся данные 90% россиян. Основной источник утечек это интернет-магазин и медучреждение говорит, что ситуация выглядит плачевной и около 3,5 миллиардов строк находятся в открытом доступе 90% взрослого населения. Ну вот, как эти персональные данные кем могут использоваться? Сознательна ли эта вся история и кто стоит за утечками и сбором этих данных? Слушайте, страна подконтрольна ФСБ, так или иначе. Я думаю, что предоставить данные для ФСБ вообще будет, ну, будет рад, рад неправильно, ну, специально, я говорю, наверное, рад, да, в грант, может, в кавычках, но предоставит эти данные любая-любая организация, любое там, любое ведомство, все, что нужно, ФСБ предоставит. Сегодня Россия контролируется Путиным и ФСБ, это действительно так. Поэтому какие-то утечки происходят по техническим, наверное, каким-то причинам, но повторюсь, что я уверена, что у ФСБ ко всем, кому надо, доступ есть. Я как оппозиционер знаю просто, что у них были всегда доступы. Они читали все, они читали, потом это все появлялось, да, в открытом доступе. Переписки наши, там, не говоря уже про многое другое, там, мы съемки делали в квартирах частных, ставили камеры и так далее. То есть у них доступ есть ко всему и ко вся. У них вот эта вот бриллиантовая актива, да, которая они приходят в любое заведение, в любую организацию, показывают эту активу и им дают все, что они просят. Или переправляют любые данные, которые они захотели. Поэтому страна вот в этом состоянии, это утечки, знаете, в свободном мире, это какая-то адская катастрофа и неожиданность. В России это, в общем-то, давно в норме. Я думаю, что большинство людей с этим пониманием живут и существуют. Я слышу даже от непозиционеров, обычных людей, что они там что-то боятся друг другу написать, что-то боятся друг другу сказать. Хотя это вот совершенно просто там пенсионеры-домохозяйки, да, а не там люди, которые там аффилированы, не знаю, там с Навальным были или с кем-то еще. И то, понимаете, люди считают, что все просматривается, прослушивается как-то где-то, значит, зачисляетесь в какие-то базы данных и так далее, и потом может оказаться где угодно. Обычный человек существует с этим пониманием в России сегодня. Вот это, мне кажется, говорит максимально о положении вещей. Хорошо, если вот 90% данных уже утекло, данные 90% россиян, так а кто входит в эти 10%? Или это условная цифра? И, в принципе, доступ к персональным данным на 100% персональным данным всех россиян сейчас имеют спецслужбы. Я не знаю, кто эту цифру там придумал или откуда она берется, откровенно скажу, потому что сама власть, само ФСБ тоже все друг за другом следят. Естественно, там все на карандаше и так далее. Это безусловно. Друг за другом следят, и кому информацию друг о друге тогда сливают, если в ФСБ следят? Ну, есть же центральное ведомство, центральный, так сказать, аппарат, вот туда они друг на друга при необходимости стучат, а дальше там уже те разбираются. Ну, это, конечно, это то, что было, просто тогда не было таких технологий в советское время, да, где контролировало там все КГБ, да, так или иначе. Сейчас это ФСБ, правоприемник, значит, который, ну, просто сегодня это совершенно другой век технологический, они имеют совершенно другие возможности, которых у тех не было, конечно. А то, что подходы одни и те же, да, там, вот эта свора друг на друга, значит, все там кляузы, там, пишут доносы, вот в этом состоянии находятся как все ведомства, так и страна целиком, к большому сожалению. И это вот такое, да, вот такое положение вещей, и это оно продлится, оно и планетейится, оно не может раствориться в воздухе, оно продлится, пока есть у власти, к сожалению, Владимир Путин. Тут в сетях уже который день вот эта эпопея со сливочным маслом в РФ, цены растут, его не хватает, начинается импорт, там уже, значит, сливочное масло, которое, как бы, называли арабским, что оно из Объединенных Арабских Эмиратов, оказалось украинским, для многих россиян это стало сюрпризом. А что вообще сейчас происходит вот с экономикой на потребительском уровне в России? Чего ждать? И вот эта вот история с сливочным маслом, да? Какое продолжение будет иметь? Каких еще продуктов может коснуться? Коснуться может многих продуктов, вот постоянно, конечно, ну, замеряем, регулярно общаясь с теми, кто остался в России, именно по поводу того, что происходит с ценами, да, с инфляцией. Действительно, продукты, цены на продукты растут, инфляция очень серьезная, совсем не те цифры, которые официально заявляет власть российская. Действительно, очень ощутимо. То есть люди рассказывают, что вот они пошли, там, в два раза дороже этот, в полтора раза этот, там, этот, там, на 20%. Иногда мне какие-то даже сводки присылают, что, насколько подорожало за последнее время. Это очень отражается, конечно, на покупательной способности, то есть люди просто реально меньше могут себе позволить, да, на те же самые деньги. А зарплаты при этом далеко не везде растут. В основном не растут. Пенсии тем более. На пенсии вообще очень трудно пенсионерам выживать, потому что там еще дико дорогие лекарства, которые стали еще более дорогими в результате всяких санкций, разных санкций последних лет. Поэтому просто очень трудно людям выживать. Действительно, трудно. Дальше будет хуже. Лучше ничего быть не может в ситуации, когда триллионы тратятся на войну. И конца и края этому, к сожалению, не видно, да. Поэтому понятно, что экономическая ситуация будет ухудшаться. И она будет ухудшаться не просто в каких-то цифрах, каких-то там тех или иных, которые любят озвучивать экономистов, а вот в прикладном смысле, в каждодневной жизни россиян, которые ходят в магазины и покупать должны их, как минимум, еду. Далеко не все уже позволяют себе давно уже какие-то там другие возможности пойти в кафе или куда-то, значит, купить какую-то новую обновку. Это уже там, в принципе, для многих довольно трудная история. И не первый год, на самом деле. Но есть-то все равно надо. И когда продукты питания дорожают, это очень серьезно. Но, как мы всегда, наверное, почему мы с вами об этом говорим, потому что что будет делать по этому поводу народ? Вот тут уже вопрос другой. Потому что вот это вот терпение, которым так почему-то гордятся россияне, и нескончаемое затягивание поясов, вот оно имеет место. И оно будет, я думаю, дальше продолжаться, вот это затягивание поясов, сколько сказать сложно. Ну что ж, будем следить за развитием событий. Наталья, я благодарю вас, как всегда, за интересную беседу, за то, что нашли время и возможность своими мыслями с нашей зрительской аудиторией поделиться. Всегда вас рада видеть на нашей YouTube-платформе. До скорых встреч. Взаимно. Спасибо большое. Спасибо. Наталья Полевина, российская опозиционерка, правозахисница, член Политради партії «Парнас». Була разом із нами на стриме. Традиционно закликаю наших глядачів до активностей у коментарях. Чекаем на ваші тематичні коментарі, поширення, вподобайки. Не забудьте так само подписаться на нашу YouTube-платформу. Субтитры подогнал «Симон»